здравствуйте друзья приветствую вас на своем канале обзор полезных и бесплатных программ и сегодня я хотел бы рассказать вам свое мнение о том почему же дорожают у нас все товары и в частности допустим на примере техники да все вы знаете что я увлекаюсь техникой на своем канале я показываю различную технику или рассказываю о программах или о технике особенно компьютерами и вот я как-то заметил что мышка которая когда-то стоила 500 рублей теперь стоит примерно полторы тысячи я очень удивился потому что как вы знаете сейчас на доллар возрос до причем многие думают что в два раза ну примерно раньше доллар стоил 36 рублей сейчас доллар стоит по моему 62 рубля на сегодняшний день и соответственно это всего лишь если вы возьмете калькулятор посчитайте насколько увеличился доллар вы увидите что он увеличился всего лишь на 70 процентов а цены вот на примере как я уже говорил мышки возросли в три раза то есть они увеличились доллар должен был увеличиться в 300 раз а он увеличился в 70 процентов почему же такое происходит я думаю что может быть кому-то покажется такой очевидным но представьте себе вот вы приходите допустим что-то покупать да то есть люди при ровной цене ну когда стабильные цены не скачут что они предполагают предпочитают делать они копят копят и в конце концов покупают и все происходит разма равномерно каждый человек покупает то что ему надо но что происходит когда цены скачут человек видит что значит рубль может упасть до соответственно и начинает не откладывать а покупать немедленно прямо сейчас то есть он все деньги которые накопил он старается купить купить все поскорее пока доллар еще в цене и пока он еще ой рубль я прошу прощения еще в цене еще что-то ценит ценен и чтобы потом не потерять все соответственно он прибегает и как вы уже догадались все элементарно создается ажиотаж и некоторые люди просто пользуются ажиотажем и начинают поднимать ну цены то есть в общем то это отчасти логично когда допустим огромный спрос происходит на что-то да то естественно допустим представьте приходит вы приходите за товаром тут помимо вас еще десять человек или сто или тысячи людей и они все скупают и на полках остается мало товаров так вот экономика в этом в этой ситуации начинает не напрягаться а просто начинает поднимать цену соответственно начинает поднимать цену до тех пор пока не почувствует что спрос резко ну начинает уже снижать снижаться уже значительно и вот эта разница то есть количество покупок после повышения умноженное на цену начиная начнет отличаться то и количество покупок до повышения умноженное на цену вот и соответственно они приводят балансу вот так вот то есть я в общем то уже все рассказал а то есть в чем суть в том что просто банально цены из-за ну как бы ажиотажа то есть мы сами виновники мы начинаем все скупать скупать и тем самым мы же и страдаем дальнейшем потому что допустим расскажу смешной ситуации что бабушки которые торгуют грибами ну не грибами по моему да мы то ли мы маринадом то ли чем-то со своего огорода заявляют что мы повышаем цену когда у них спрашивают почему почему вы это делаете они уже соответственно говоря что ну как же все цены растут и у нас растет отчасти это и правда ведь растет и цена за жкх и продукты в магазине и они сами повышают цену в общем-то это логично но согласитесь они же это подорожание они же производят это не связанное с долларом ведь дорожает все лишь доллар вот они цены уже соответственно два там полтора раз в два или в три раза увеличивают ну вот собственно и все к сожалению затянулось наверное но я думаю что рассказал вам основное и надеюсь что вам было ну как бы понятно интересно всего доброго до свидания